Добрый вечер, Сергей, добрый вечер, здравствуйте, как у вас дела? У вас стрим или запись? Не, я сел так пообщаться под запись, стрим уже закончился. Понял, понял, у меня не нормально, а у вас как? Тоже потихонечку, хотите о чем-то поговорить? Не знаю, о чем поговорить, вы же на тему войны только общаетесь? Политики или... Ну, в принципе, да. Наши точки зрения совпадают или у вас своя точка зрения? Ну, если вы меня знаете, потому что я вас не помню. Ну, я не то, что вас там прям хорошо знаю, так. Иногда нет, нет, просматриваю там в ютубе какие-то ролики. Ну, я как бы примерно вашу позицию понимаю, но... Детально я не знаю. Ну, догадываюсь, по сути, о чем вы говорите. Ну, в принципе, да. Что вы исповедуете, да. Ну, а вы, скажем так, какого мнения о происходящем? Вы на какой стороне? Не, я за мир. Ну, я понимаю. Не, для меня, как и то, что сейчас происходит, это уже огромная страшная трагедия. Для нашего общего единого народа. Некогда единого, но определенного народа. Я считаю, что украинцы, и Россия, и русские, это один народ. А то, что это случилось, эта трагедия, которая уже длится на протяжении 10 лет, это уже, ну, страшная беда. Я считаю, что в этой войне победителей уже быть не может. То, что это случилось, это уже катастрофа. А что вам дает право думать, что мы один народ все-таки? Ну, потому что нас очень много связывает. Кого вы, смотрите, а кого вы называете одним народом? Это, давайте определим сразу, что такое народ. Нет, смотрите, для меня народ, прежде всего, это общая история. Она в основном у нас общая, если братьев последние, там, ну, там, более тысячи лет, мы большей частью были вместе. Кто мы? Кто мы? Я же не знаю, я же не знаю, о ком вы говорите. Нет, смотрите, смотрите, я имею в виду, в вашем понимании, это, ну, так называемые украинцы и русские. Я считаю, что вы, по сути, мы один народ. Что значит так называемые украинцы и русские? Хорошо, украинцы, украинцы. Вы уже или говорите так называемые украинцы и так называемые русские, или же украинцы и русские. Ну, это же вы понимаете, что... Ну, да, вы правы, согласен. Согласен. Вас очень легко за это подтянуть, но... Нет, но я понимаю, да, хорошо, чтобы вам было понятнее, что украинцы и русские это один народ. Хорошо, что такое народ? Давайте разберемся. Народ? Народ это общая этнокультурная масса людей, которых объединяет общая история, общие традиции, общее мировоззрение. Ну вот это, наверное. Хорошо, хорошо, смотрите, есть украинский этнос и есть русский этнос. Вы согласны или нет? Или у нас общий этнос? У нас общий этнос. Вот, общий этнос. Хорошо, почему тогда есть? Да, еще язык, да, я забыл сказать, существенное значение язык. Ну, так у нас же разные языки. Ну, языки, трудно сказать, что они разные, в общем-то они очень похожи. И если говорить о языке, на котором общается большинство людей, то это больше южно-русское наречие, малорусское наречие русского языка, как это называлось в 19-ом веке. Это вы сейчас об украинском языке сейчас или что? Да, об украинском языке сейчас. Что это наречие? Ну, это раньше называлось наречие, но можете назвать... А можете мне... Хорошо, а можете объяснить мне, почему тогда... Куда ж ты? Ну, ё-моё, блин. И даже я видел, как он опустил глаза, чтобы переключиться. Ай-яй-яй, а смотрит мои ролики. Ай, ну, нехорошо, что... А чё ты убежал? Ну, так же ж нехорошо. А? Ну, российские блогеры привыкли накидывать. Куда? Ха-ха-ха. Ай-яй-яй-яй-яй. Добрый вечер. Здравствуйте. О чём хотите поговорить? Как пойдёт? Вы из какого города? Россия, Белгород. Я из города Кривой Рог. Понимаю. А когда в Белгороде день города, вы не знаете? По-моему, уже прошёл. Уже прошёл? Плохо, плохо. Мы не успели воспользоваться услугами Украины? Или вы пользуетесь услугами? Нет, подождите. Я вчера в Курск приехал. Сегодня был нести икону Казанской Божьей Матери. Был крестный ход. Всё, крестный ход прошёл. Я понял. А вы в Курске вчера были, да? Ну, я вечером приехал. Сегодня был в Курске. А, сегодня. Вчера надо было поехать. Там же ж мэр города решил сэкономить. И обратился к Украине, чтобы Украина организовала салют. Слушай, у тебя в голове порядок нет. Говорю, мэр Курска обратился к Украине, чтобы Украина организовала салют вечерний. Добрый день. Здравствуйте. О чём общаетесь? Ну, от собеседника зависит. Ну, у меня, в принципе, одна тема. Российско-Украинская война. Вы же из России. Я из Украины. Я, да, из России. Как вы относитесь к Российско-Украинской войне? Что о ней думаете? Я поддерживаю наше условие. Я понял. Смотрите, а как вы думаете, чем выражается то, что Россия не защищает Крым? Неспособностью или нежеланием? А где это выражается? Ну, выражается, например, вчера был уничтожен штаб Черноморского флота. До этого были корабли там очень, ну, хорошее количество. За две недели, кажется, пять кораблей было повреждено. Это же о чем говорит? Что Россия или сознательно не защищает, ну, эту территорию, или же она не хочет ее защищать? Как думаете? Ну, это косяки нашего ПВО, наверное. Косяки ПВО? Ну, да. Так, значит, что у России ПВО плохое? Ну, у всех бывают ошибки, просчеты, неработки. Ну, бывает такое. А может так оказаться, что это было, знаете, напыщенная самоуверенность в вашем ПВО, в вашей способности покорить весь мир? Там, вот, знаете, ну, может быть, это все было преувеличено? А почему здесь весь мир? Вы что-то как-то источили, нибудь? Может быть, я подвергся вашей пропаганде, там, где у вас с телевизора рассказывают, что при желании вы бы и до Ла-Манша дошли. Ну, может быть, Гришон. Посматривай. А вы телевизору верите или официальным лицам нашим? Кто из официальных лиц говорит, что мы дойдем до Ла-Манша? Из официальных лиц я не помню. Но генерал Гурулев точно говорил, что этот... Гурулев это кто такой? Генерал. Ну, что, он кто? Официальное лицо? Он в правительстве находится? Он как бы военный у вас. Ну, как бы у вас тоже военный, до сих пор что-то наговорили. А вам вы цепляетесь к тому, что именно президент... Это вы цепляетесь. Нет, не цепляетесь. Это вы цепляетесь. Это вы цепляетесь. У вас же риторика такая была. Даже Лукашенко подвергся уверенности. И, наверное, Путин заверил Лукашенко. Когда он рассказывал, кажется, с Соловьевым он общался. Говорит, Володя, эта война продлится максимум 3-4 дня. Слышали об этом? Лукашенко говорили. А Лукашенко, конечно, что он уже говорил никогда. Лукашенко не говорил? Он такого не говорил. Да. Точно? Ну, по крайней мере... Вы уверены в этом? Он с Соловьем говорил или стоит? Тогда, кажется, он с Соловьем встречался. Так кажется, или говорил? Я вам могу включить. Хотите? Не, не надо включать. Почему? Нет, конечно. Вы боитесь доказательств? Зачем? Вы боитесь доказательств? Почему боюсь-то? Ну, наверное, боитесь. Я вам что, дрожу? Только как я высказал свою боязнь. Не надо. Я готов. Я сразу говорю. Я вам готов предоставить доказательства. Вы говорите, нет, не надо. И будете дальше сейчас... И дальше сейчас будете продолжать говорить, что этого не было. Правильно? Что не было? Что Лукашенко говорил. Ну, допустим, было. Ну, допустим, было. Все, что меняет. Как, что меняет? Ну, а что меняет? Как это трансформировалось в то, что Россия сейчас защищается. Поэтому я и говорю. Защищается? Может быть... Ну, да, Путин же сказал. Мы же не можем прекратить противостояние. Украина же наступает. Это слова Путина вашего. А, ну... Ну, хорошо. Раз Вова сказал, значит, так и есть. Значит, вы уже защищаетесь, правильно? Вы же от нападения уже перешли к защите. Мы защищаемся. Да, наверное, да. Ну, раз Володю сказал, значит, так и есть. Ясно. Как вы думаете... Вот смотрите, с нападением у вас что? Ну, Володя, когда я сказал это? На экономическом форуме, когда он был вот на Дальнем Востоке. И когда он с Ким Чен Ином встречался? На форуме? С Ким Чен Ином? Ну, не на форуме. Был сразу форум, а потом он встречался с Ким Чен Ином. Так где он сказал это? Это он сказал на форуме. Я же еще раз говорю. А Ким Чен Ином здесь при чем? Ну, он приезжал, встречался с Володей вашим. Хорошо. А слова его на форуме и с Ким Чен Ином? Какая связь? Я же не сказал, что... Вы, наверное, вы пытаетесь за каждое слово зацепиться. Я нормально владею своей речью. Я вам скажу... Покажите мне, пожалуйста. Покажите. Что? Покажите мне это. Что имя? Ну, когда он это говорил? Когда он сказал, что вы защищаетесь? Да. Только не вырвинуем часть из контекста, а всю речь. Что он имел в виду? Хорошо. А вы записываете? Угу. Вы блогер, да? Есть такой, да. Какой у вас канал? Да, не важно. Почему не важно? Я хочу посмотреть. Зачем? Да просто я вас видел уже. Ну, хорошо. С нашими блогерами. Хорошо, если видел. Наверное. Вы были не очень в хорошем свете. Все время тоже вступляй за слова. Пытались что-то мне разумительно ответить. Пытался мне разумительно ответить. Да. Бывает. Бывает, да. А вы можете ответить на один вопрос? Какой же Жиренотский еще задавал? Кто-кто? Еще Жиренотский задавал этот вопрос. Вам искать там, где Путин ответил? Или вы... Да не надо уже. Вы будете долго искать. Вы, как обычно, все это долго делаете. Долго. Ну, а как? Смотрите, я же не подготовлен. Но я могу... Да не смотрите. Могу я вам на это найти, если вы настаиваете. Давайте ответим на один вопрос. Я вот Жиренотский еще задавал. Вот вы лучше вот это поищите. Давай. Найдите мне хоть один... Найдите мне хоть один исторический документ, где была Украина. Как государство. Как государство? До 91 года. До 91 года? 1917 год. Ну, там два года это нечетово. Деволюционное движение. Подождите. Ну, значит, это не катит, да? Ну, вы же... Ну, не, конечно. Почему? Вы же были там... Вы же великий и так далее, и могучий там. Где до этого у вас было государство? Я понял. Найдите мне... Вас никогда не было. Я понял. Найдите мне документ, где до 91 года была Российская Федерация. Куда ты? Все. На этом он все. Субтитры сделал DimaTorzok